Привет всем, кто смотрит это видео, всем моим подписчикам и гостям моего канала, а также тем, кто любит творчество и хочет начать писать картины. Сегодня я расскажу видео о особенности написания картин маслом. Я сейчас пишу вот такую вот красивую картину. Это цветы, дикая чайная роза, жасмин, намеки на жасмин и на другие цветы. Сначала делается так. Берется, естественно, холст, выбираете себе картинку, где вам нравится и вы хотите ее нарисовать. Нужно сначала перенести эскиз на холст. То есть некоторые делают это карандашом, некоторые делают сразу краской. Делают такой вот эскиз. Сейчас моя картина уже в процессе. Я сделала фон, подмалевок, маслом. Сделала намек, где будут у меня цветы. Эту чайную розу я уже более-менее так ее подрисовала. Но еще там есть над чем работать. Сделала намек, где будут цветы жасмина. И мастихином я буду делать мазки белой краской, где у нас вот как раз эти цветы жасмина. Чтобы они делали тоже такую вот гармонию в этой картине. Использую я кисточки в данной картине. Естественно, фон рисовался только кисточками. А сами цветы я уже рисую мастихином. Мастихином у меня несколько видов. Маленькие это для маленьких мазков, для маленьких цветков. И такие вот большие закругленные. Это для лебестков большой нашей чайной розы. Использую я, конечно же, разбавитель без запаха для масел. Троник я не использую, потому что он очень вонючий. Если вы разбавляете масляные краски специальным маслом, то такая картина будет очень долго сохнуть. И когда вы хотите нанести второй слой краски, то у вас может произойти там такой вот не очень красивый цвет, цвет болота. А в данном случае с этим разбавителем работает мне, по крайней мере, легче. Он разбавляет краску для нужной мне консистенции. И с ним красочка быстрее все-таки высыхает. Эта картина у меня простояла неделю. Она уже так более-менее подсохла. И я могу уже другие слои сверху наносить. То есть другую краску наносить сверху на уже существующий фон. Итак, с чего начнем? Вот я сюда немного вылью разбавитель для красок. Он мне не понадобится для картины. Даже чтобы споласкивать кисточку. Так как кисточки после масла, после каждого рисования вашего масла, кисточки нужно сразу же обрабатывать, сразу мыть. Кисточки моются в этом же разбавителе. То есть хорошо отходит масло. А потом вы промываете мыльным раствором. И смывайте уже мыльный раствор тепленькой водичкой, чтобы кисточка была чистенькая, хорошенькая, пушистенькая. Если вы не помоете сразу кисточки, они у вас просто задубеют. И вам нужно будет их долго реанимировать, эти кисточки. А кисточек нужно в арсенале иметь очень много. Для написания картины разной формы и по несколько штук. Вот. Я краски выдаю. Ну, естественно, я еще вот такую вот тряпочку использую. Это чтобы протирать и кисточки, и мастихин. Вот. У меня такой есть квадратный холст. Я еще клеенкой обмотала пищевой и на нее выдавливаю краску. Это мой, скажем так, мольберт. У меня тут выдавленная белая, желтая, темно-телесная, такая ближе к коричневому, розовая, синяя, голубая, зелененькие есть там. И сейчас я хочу прорисовать серединку нашего жасмина. Вот. Намек есть. Хочу мастихином маленьким больше выделить. Так. Чтобы картина была более объемной, нужно наносить мастихином красочку и вот такими хорошими мазками, слоями, чтобы она была вот объемистой. Вот такие вот намеки. Я буду добавлять и красочку потемнее в серединках. Если вы начинающий художник или художник-самоучка, как я, нужно все-таки не бояться экспериментировать. Начинать, естественно, с более что-то простого, да, и с меньших размеров. Допустим, берете холст 20 на 20. Выбираете для себя картинку, тоже цветочки какие-то, да, либо один цветок. И экспериментируете. То есть переносите сначала эскиз. Возможно, карандашом нарисуйте. Потом можно краской обвести контур этого цветка и начинать уже вмешивать другие цвета краски, какие вам нравятся, какой вы хотите, чтобы у вас был цветок. И доводите все это дело до того момента, как вам будет уже нравится, или вы посчитаете, что картина уже готова. В любом случае, не останавливаться. Если вы хотите все-таки научиться, то нужно руку набивать. То есть не один раз пробовать, а несколько раз. Ну, в идеале постоянно трудиться над своим мастерством, то есть совершенствоваться в этом, смотреть, как пишут картины другие мастера, другие художники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно постоянно обучаться, смотреть, как делают другие мастера. И совершенствоваться в этом, пробовать разные техники. По крайней мере, такой путь выбрала я для себя. Делаем такие мазки, хорошие, не боимся, накладываем красочку мастихином. Даже если у вас не будет похожа выбранная вами картинка на оригинал, это ничего страшного. Главное, чтобы итог нравился вам, чтобы вам нравилась картина, потому что у вас может получиться даже лучше, чем оригинал в вашем исполнении. Так. Теперь вот. Я беру вот эту потемнее красочку. и тоже ее использую. Там, где вы считаете, что много наложили краски, можно ее убрать, снять немного мастихина. Красочкой потемнее мы намечаем, типа, как тень у нас падает, чтобы выглядело это все более естественно и гармонично. Серединки намек мы сделали. Теперь обязательно нам нужно вытереть мастихин. Так. У нас вот есть белая красочка. И теперь мы белой краской будем выделять наш жасмин. Тоже вот так вот хорошенько берем. Потому что у нас картина, она такая объемная. У нас есть объемные цветы. И нам их надо выделить. Субтитры подогнал «Симон» Помним, что белая краска у нас всегда уходит больше всего, поэтому нам красочке белой пригодится и нужно запасаться в ней очень много. Белая краска самая ходовая, как и в акриловых работах, так и в масляных. Здесь немного синей краски положили и лебесток ушел в тень. Сверху мы накладываем белую краску и этот лебесточек у нас выделится. Делаем рукой движения разные. Заворачиваем, так как у нас листочек, мы его заворачиваем и листочек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы раскидали наши цветочки по холсту, там еще работа есть, есть на чем заниматься, нужно прорисовать эти веточки, потом лучше не лебесточки, а зелень. То есть это листики. А сейчас мы займемся нашим вот этим цветочком. Я беру мастихин поболее, такой вот у меня лопаткой, выдавила белую краску. Сейчас у меня выдавлена еще белая и розовая краска. Я перемешиваю и наносим на наш цветок лебестки. Благодаря. На данном этапе можно помыкать. Например, такое. Растушу. Беру красочку потемнее. Это краплак фиолетовый прочный. Тоже выдавливаем, чтобы у нас был контраст в лепестках. Чтобы у нас не были одного цвета. Мешаю в розовый. Выделяю там, где цветок потемнее. Сразу видно, какой контраст. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Выделим где-то тот лебесточек. Корректор А.Кулакова Почему бы и нет? Чтобы нам там тоже лебесточек не посадить. Вот красота какая, да, уже у нас вырисовывается. Сюда можно внутрь посадить цветочек. Завернем его. Так. Отправили. Все. Красота. Тут немного сделаем розовинки. Отражение цвета поправляем пальчиком. Размазываем. Темно-зеленый мы еще тоже будем добавлять. Помогаем себе ручкой. Это не чудо. Смотрите. Красота. Красота. Вытираю обязательно мастихин. Чтобы он у нас там не высохла на нем краска. И займемся серединкой нашей этой кувшинки нашей чайной розы. Так. Берем маленький мастихин. Берем на мастихин вот такую темненькую краску и немного желтенькой. Желтая у нас не яркая. Это та же краска, которую мы делали соцветия этих жасмина. И выделяем нашу серединку. Вот. Крапление. И пока у нас такая красочка намешана, мы сделаем такую же серединку и в большом цветке. Так. Серединка еще у нас не готова, поэтому мы продолжаем над ней работать. Беру я вот этот фиолетовый троплак. Да. И продолжаю работать. Над серединкой. то же самое проделываем и с большим цветку цветочками у нас более понятно уже теперь я кисточкой буду веточки для наших цветочков прорисовать я хорошенько макаю кисточку в этот разбавитель для красок набираю туда желтый зеленый и буду делать намеки на наши веточки макать приходится кисточку очень часто макать макать Можем также мастихином где-то выделить участки травы. Тоже сделать акцент. Можем подправить пальцем, втирая красочку и уже вуаля. У нас имеется контраст. У нас была листва не однородного цвета, где-то мазюкнули и пальчиком растерли. Аккуратно. Все, красота. Итак, картина у нас практически завершена. Может где-то пару мазков еще можно сделать, где-то помогать себе руками, то есть пальчиками. Берем на пальчик краску и втираем цвет. Где-то оттеняем, где-то осветляем. То есть помогаем себе пальчиками тоже. Не боимся. Экспериментируем. Вот. Эта картина еще где-то примерно неделю будет сохнуть, так как должны высохнуть такие толстые слои краски. После я картину обязательно покрою лаком, защитным лаком, а несколько слоев. Я уже в одном из видео, где я писала картины акриловыми красками в стиле пуп-арт, рассказывала об этом лаке, который я использую. Этот лак не в художественных магазинах покупается, а в строительных. Вот так вот выглядит эта банка. Она уже у меня заканчивается, нужно уже новую покупать. Лак написан фасадный. Его как в внутренней работе, так и на фасадных работах можно использовать. На половину матовый. Шелковисто-матовый. Прекрасный лак. Я очень им довольна. Мало того, что он отлично защищает картину от внешних факторов, от пыли, от грязи. Вы можете легко потом ухаживать за своей картиной, даже влажной тряпочкой вытереть ее от пыли и ничего с ней не случится. Если вы вдруг случайно поставили перед собой картину и жуете, чавкаете перед ней, плюнули случайно на нее, вы легко можете это все вытереть, протереть и ничего не случится с маслом. Масло само по себе такое крепкая, крепкая краска, что с ней не случится. Но, тем не менее, лучше защитить свою картину, свою работу. И, помимо этого, помимо защитной функции, этот лак придает картине действительно какой-то шелковисто-бархатистый вид. То есть цвета краски становятся намного глубже, выраженные, интенсивные такие, насыщенные. И вообще выглядит очень прекрасно и уже полностью завершенная картина, когда она покрыта лаком. Мне очень нравится этот лак. Я его всегда в своих работах использую и всегда остаюсь довольна. Так, после того, как картина у нас высохнет, я еще поставлю свою подпись обязательно. Может, где-то еще добавлю цвета какие-то, да, оттенки сделаю, там где-то высветлю. Ну, более завершенную картину, уже завершенную картину, фотографию я выставлю также в Инстаграме. Свой Инстаграм я оставлю в описании под видео, так что можете тоже переходить, смотреть фотографии моих работ. Вот. А вот картина «Синие маки», написана тоже маслом. Такая вот необычная картина. Очень красиво смотрятся красивые маки, синие-белые. Необычно и красиво. Картина уже высохла. Я покрыла двумя слоями лака ее. Даже поставила подпись. Подпись я ставлю контуром. Эта картина была под заказ. Вот такая вот симпатичная. Писала я ее кистями, то есть мастихин в данной работе я не использовала. Вот такие кисточки. Синтетические кисточки. Ними я пишу картины как маслом, так и акрилом. После масла кисточки нужно сразу промывать. Я, кстати, в начале своего творчества, когда начала писать картины маслом, очень много таким образом испортила кисти. Из-за того, что я не вовремя их промывала, мыла, стирала эти кисти после масла. И многие кисточки испортились. Многие пришлось выкинуть. Вот одна из них просто задубевшая. Не знаю, получится у меня ее реанимировать или нет. Вот эту кисточку я пытаюсь еще же реанимировать до сих пор. Тоже дубовая, очень твердая. Некоторые ворсинки уже как бы смягчились, отстает, но так внутри кисть очень дубовая. Поэтому обязательно нужно следить за кисточками. И в арсенале художника должно быть просто множество разнообразных кисточек и по несколько штук одной и той же кисти. Но это лично мое мнение. Так, что я еще использовала в этой работе, в этой картине с маслом для вот этой растяжки. Да, я использовала такой разбавитель без запаха, что очень хорошо, когда работаешь в закрытом помещении, допустим, как я. Для этой работы все-таки нужно, чтобы масло было более такое жидкое, либо сметанное. Чтобы можно было эти все разводы делать, лебесточки, то нужно красочку разводить. Есть еще тройник для разведения краски масляной. Он имеет очень выраженный, ужасный запах. И в закрытом помещении просто невозможно с ним работать. Я его была, приобрела, один раз пыталась с ним работать и поняла, что я не смогу, потому что это невыносимо. Это такой ужасный запах. И потом трудно выветривается он и находиться постоянно в этом помещении. И глюки могут начаться. Разные динозаврики начнут бегать перед глазами от этого ужасного едкого запаха. Поэтому я остановилась только на этом разбавителе и работаю с ним. И с ним, кстати, масляная красочка немного быстрее засыхает, чем, допустим, стройником. Или чем мы масляную краску бы разбавляли с специальной аллеей художественной для окрасок масляных. Вот. Ну и как бы это мой личный опыт. Ну, на этом все, дорогие мои. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайки, пишите в комментариях свои впечатления. Может, вы знаете еще какую-то технику, особенности написания маслом. Пишите обязательно, делитесь другими своими тоже секретиками, возможно. Либо просто пишите в комментариях свои пожелания, чтобы вы хотели еще узнать. Также не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны. И смотреть другие видео в других плейлистах. И так, на этом уже все. Я завершаю свои видео и желаю вам творческих вдохновений и вообще счастья, радости, любви вам и крепкого здоровья. А мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok